МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это такая жизнь. В такой жизни бывают истории, когда слова журналист просто не нужны. Сегодня у нас исповедь женщины, осужденной за убийство. Без комментариев. О жизни, преступлении и наказании. Эта решетка захлопнулась за Аней на 6 лет. Ее судили за убийство мужа, с которым она прожила в счастливом браке 14 лет. Любая мама бы так поступила. Это не только личное мое мнение, но много окружающихся говорят, что правильно она поступила. Зачем было так поступать? По-человечески просто. Ну как я вообще... У меня вот до сих пор никак в голове. Вот начну думать. У меня не укладывается в голове. Ну как? Как вот так вот можно было? Ну как? Я не знаю. Доча, веди себя так, как ты сейчас ведешь там. Занимайся делом, больше работай. Чем больше работаешь, тем меньше думок. Дома в Северском районе у Анны Куценко остались двое детей. Сын Влад и дочка от первого брака Настя. Вместе с ней и мамой Ани мы едем на свидание в Двубратский. Быстрая проверка документов, несколько металлических дверей и решеток, проход по трое, и вот мы уже по ту сторону колючей проволоки. Здесь как замирает все. Вроде вот он, вроде месяц, вроде два прошло, три, а год на месте. Долго. Для женщин это очень долго. Еще несколько минут ожидания, и вот она, встреча, которую так ждали. Тихо. 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 После разговора с родными Анна Куценко согласилась чужим рассказать все о семейной жизни, о преступлении и наказании. Ее исповедь мы оставляем без комментариев. Познакомились мы в 18 лет. Нам в 18 лет было. Я перед этим была замужем, у меня была Настенька. Настеньке было год и три месяца. Ну что сказать, что такое 18 лет? Можно сказать, мы выросли вместе с ним. Мы выросли, повзрослели вместе. А с родственниками? Ну, ребенок у нас, Влад, родился не сразу, через пять лет. Вот, как-то мы обустроили свою жизнь. У нас сначала не было ничего вообще. Ну, практически ничего. Он работал очень хорошо, я помогала, как могла. Обустроились. Хорошая, обычная семья? Хорошая, обычная семья. Когда это все произошло, никто даже не поверил. Ну, все говорят, такого быть не могло. Вы знаете, это какое-то ужасное стечение обстоятельств произошло. Ужасное, причем. В один из прекрасных дней мне позвонил мой брат. Он говорит, говорит, ты знаешь, ты живешь с очень ужасным человеком. Вы знаете, игра слов очень много в жизни. Значит, вот здесь игра слов лишила жизни человека. Он мне в тот момент произнес, что, говорит, твой муж надругался на твоим ребенком. Когда я позвонила Насте и спросила Настя, что мне рассказал Николай сейчас, она закричала, мамочка, это все правда. Все. Потом я уже не понимала ничего. Я буквально пришла в себя уже в КПЗ на следующее утро. Я вот долго потом в себе еще разбиралась, почему. Почему у меня не было страха, почему у меня не было никаких чувств, полное отсутствие чувств, как какое-то животное. Я даже не могла заплакать. Вот я реально понимала, что я даже не плачу. У меня нету чувств, отсутствие. Я как какой-то зомби. Что это было? Вроде я нормальный, здравый, адекватный человек. Да, ну я могла. Я не сказала, чтобы я вспыльчивая могла. Да, я могла там и поругаться, все. Какая обыкновенная нормальная женщина. Ну, потерять вот так контроль, полностью не отдавая отчет, что будет. Видно, это и был мой болевой порог. Я его застрелила. Просто расстреляла. А пистолет? Это его было. Его было, я знала, где он. Я приехала и просто его расстреляла. Ничего не спросил? Вообще ничего. Я говорю, если хотя бы он бы закричал. Слово. Может быть, я пришла в себя. Ну, ничего не произошло. Вы начали с порогами? Да. Ну, ничего. Просто, просто как животное. Потом пришел брат. Я ему сказала, говорю, я говорю, вы убила. Он говорит, как? Он говорит, вот так. Просто без эмоций. Ну, все. Пришел, говорит, вызывай милицию. Я вызывала милицию. Опять же, без эмоций. Они, когда приехали, тут же сказали, чтобы я брала паспорт, документы какие-то. Ну, все. И закрылись? Да, и сразу меня закрыли. Потом уже, когда вся горячка прошла, я начала сомневаться, как-то меня начало это все гложить. Ну, не верить своему ребенку, это не верить себе. Согласна? Ну, как я могу ей не поверить? Ну, я не имела права ей не поверить. Просто не имела права. Никакого. А это прям было насилие? Нет. Он ее не снасиловал. Он ее склонял к насилию. То есть я правильно понял, что это полтора года угроз того, что ее снасиловали? Да. Полтора года вот он. Никто не знал. Никто. Я вам клянусь, я не видела. Мне говорят, ну, неужели ты не видела? Я не видела. Я не видела этого. Я говорю, ну, ну, говорит, как, какая же ты заботливая мать, что ты этого не видела? Ну, не видела я, вы понимаете? Не видела я этого. Мне она судье говорила, я согласна, я не имела права лишать жизни человека. Никто мне не давал такого права. Но я просто хотела защитить своего ребенка. Мой мозг сработал так в тот момент. Просто вот так сработало. Я не готовила, я не думала о том, что вот, вот, нет. Это произошло все в течение полчаса. В течение полчаса жизнь легла с белого на черное кверху вся. Вся жизнь, все к чему старались, все к чему шли. Все оборвалось. Знаете, мне иногда спрашивают, ты же, говорит, молодая, ну, выйдешь, устроишься как-то там в жизни. Я говорю, вы знаете, я не хочу. Ну, у меня не было плохого в жизни. Просто произошел как в один момент. У меня не было плохого. Ну, и я говорю, вот, ну, лучше, чем был у меня муж, я даже не хочу. А лучше я знаю, что я просто не найду. Вопрос остался один. Как простить себя? Алексей Власов, Самир Гачаев, Юрий Дешин. Такая жизнь. Обсуждение этой и других тем читайте в бесплатной газете «Ва-банк» в Краснодаре каждую субботу. Это была такая жизнь. Мы ждем вашей истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv-sobaka-mail.ru До свидания.